Для того, чтобы стать художником, мне говорили, что нужно три вещи. Ум, талант и работоспособность. Вы знаете, стала я художником совершенно, абсолютно случайно. Просто услышали родители объявления, бабушка услышала объявление о том, что есть средняя художественная школа имени Суриков. А я немножко рисовала. Ну и повели меня, поскольку родители уезжали на Сахалин, жалко было им меня брать с собой. Провели меня в художественную школу. Там я узнала, что существуют, не знаю, работы маслом, например, что существует натюрмот, пейзаж вообще. Нужно было все сдавать, композицию, натюрмот, рисунок. И, ну, естественно, мои рисунки, знаете, девочки, которые рисовала куколок и все остальное, и срисовала какие-то иллюстрации, конечно, не годились под... Ну и объяснили, что нужно то-то, то-то сделать. И через месяц я прислала рисунки. Меня допустили до экзаменов. И так я выдержала эти экзамены и поступила в школу. Вначале было очень трудно. Я получала сплошные тройки. Ну, закончила я, естественно, отличницей. Потом поступила в Суриковский институт. Потом закончила в мастерские академии художеств. Так что у меня самое большое образование, которое может получить художник. Я преподаватель, руководитель мастерской. И, конечно, мне хочется, чтобы мои студенты немножечко приблизились к профессионализму. Можно научить, но нельзя вложить мысли определенные. Нельзя, ну, как бы, чтобы человек придумал, что ему делать. Ну, знаете, даже слонов можно научить рисовать. Они, особенно молодые слонихи, очень замечательно талантливы. Именно слонихи. Но только человек может на осмысленную такую вот творческую работу быть пригоден. Никаких больших там задач только перед очень талантливыми людьми, перед дипломом я ставлю. А так только, чтобы были хорошими профессионалами, крепкими. Кто-то смотрит в книжки, благо теперь много красивых книжек. Кто-то ходит по музеям, благо того, что мы можем сейчас путешествовать. И кто-то найдет в каком-нибудь музее такое, что еще не видели у нас в России, и напишет, вот, разовьет какую-то тему, которая еще никогда в жизни не была развита. Но вот придумать что-то такое, осуществить это, наполнить вот этим божественным содержанием, состоянием, это очень трудно. Это вот и есть настоящий художник. Их очень мало. Вы знаете, я никогда не поверю, чтобы художник... Вот есть такой анекдот, как Суриков, дескать, написал Боярню Морозову, потому что он увидел черную ворону на снегу. Это может быть маленький толчок. А, конечно, он о Боярне Морозове думал. Думал, как это будет, что это будет, почему он это пишет. Вообще всякая историческая картина – это связь с современностью. И у него тоже было так. И в моих исторических картинах только связь с современностью. Мое отношение к современности. Поэтому вот так вот возникают сюжеты. Сюжеты самые разнообразные. Сюжет может зависеть от всего. От непосредственных впечатлений. От книг, от стихов. От просто каких-то размышлений. От серого неба, от белого снега, от всего. Я живу напротив в церкви в воскресенье на Успенском вражке. И я очень часто пишу эту церковь. И вы знаете, я помню вот это вот первое свое ощущение от пасхальной ночи. Вокруг милиционеры. Вокруг какие-то трепетные старушки. И я увидела вот такую как бы интеллигенцию совершенно фантастическую, которая вот зажигала свечки, которая ходила. Для меня это было совершенно вновь, потому что около меня не было там, где я раньше жила, никакой церкви. Я никогда не знала вообще, как это делается, понимаете. И это все было такое немножечко запретное, потому что вокруг стояла цепь милиционеров на конях. А с другой стороны, это было все такое открытое. И как люди целовались, и как христосовались, и как это все было так подлинно. Вот я тогда написала эту пасхальную ночь. Я помню, как я первый раз, уже будучи взрослой, будучи в Третьяковке, был какой-то конгресс искусствоведов, таких иностранных. И нас позвали, двоих девчонок, позвали за зеленую занавесочку. И там, оказывается, в Третьяковке были такие стеллажи, которые выдвигались, а на них были такие картины, которые только иностранцам показывали. И там я впервые увидела, какое может быть искусство. Какое может быть, какой шагал там висел. Я много путешествую на Западе, знаю, что когда люди там заказывают интерьер, они включают в интерьер работы художников. То есть это изначально как бы заложено. В Голландии в какие-то времена замечательные было неприлично не иметь на стенках морские пейзажи, и там натюрморты, и жанровые картины. То есть это говорило о недостатке вкуса хозяев. Поэтому они заказывали художникам работы. Искусство, в принципе, оно для избранных. И будет также для избранных. И поэтому это уникальная вещь. Художники уникальные люди, неповторимые. Это не поток. Всегда же художники работали на заказ. Художники не работали просто так. По-настоящему художники работали на заказ. Только кто заказчик? Если это был король, или папа, или герцог просвещенный, то это было замечательно. Когда это была гильдия охранников, которая Рембрандт не приняла ночной дозор и выкинула, вот это были не те заказчики. Я каждому говорю, что вы придумаете что-нибудь свое. Своё. Ну, конечно, посмотрите на то, что было до вас. И научитесь сделать не хуже. Хотя бы нарисовать ногу и руку не хуже, чем те художники, о которых я уже говорила. Ну, трудно. Это же непосильный и большой тяжелый труд. Для тех, которые хотят, а я вижу таких людей, для них существуют какие-то великие образцы. Ну, например, я хочу сказать, что я неосознанно, конечно, я не ставила перед собой задачу стать таким, как Джотто или Боттичелли, или Ван Эйка, или ещё кто-нибудь такой. Но в глубине души, конечно, мне хотелось когда-нибудь сравниться с великими теми образцами хоть в чём-то. У меня очень многие ребята мои, которые кончают, которые там хорошо пишут, они идут зарабатывать, расписывать церкви. И знаете, как они расписывают? Я в ужасе. Я говорю, как? Да что вы, Татьяна Григорьевна, да это так просто масляными красками по стенке, по штукатурке. Я говорю, как? Как же вы можете? Как? Это же чудовищно, она же осыпется, она же... Это невозможно. Да ну и что? Потом будет новая работа. Вот это отношение к работе, это отношение к профессии, отношение к делу. Это трагически. Понимаете, человек всегда выбирает. У него имеется, по русской сказке, по-моему, три пути, да? Налево пойдёшь, направо пойдёшь. Вот. Так что человек всегда выбирает. Он делает то или другое. Он всегда выбирает, что ему делать. Промолчать или сказать? Я никогда стараюсь не молчать, если я что-нибудь вижу не то. Я принадлежу к тому типу художников. Я не могу делать всё время то, что я знаю. Ну, я, например, знаю, как у меня получится пейзаж. Например, пейзаж, который стоит около меня, это просто такой дань радости. Она называется первое утро Нового года. Это бывают такие какие-то моменты, когда ты возвращаешься, и тебе хочется что-нибудь сделать. А так, в принципе, мне интересно всё. Поэтому я пробую разные техники. Мне неинтересно делать то, что я уже знаю. Знаете, картина складывается в голове, и ты уже знаешь, какая она будет. Ты её уже как бы написал. Она уже тебе не очень интересна. А работа художника – это тяжёлая, серьёзная вещь. Да, это настоящая работа. Ну, так что пройдёт какое-то время, ну, что-то там рёт, что-то останется. От нашего времени очень мало чего останется. В вечности, я говорю. Ну, а там посмотрим. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова